Всем привет, дамы и господа, вы на канале КВСДД. Сегодня в ролике мы разберем игру на Брюмастера от ДМ. Отметим ранги в данной игре. Из интересного, в этой игре играет ДМ, у него 28 ранг и также Малрин, у него 6 ранг. У остальных игроков ранги чуть повыше, но также не особо маленькие. По закупу хотелось отметить, Брюмастер купил себе топорик, церклетки, веточки и тангуси. Кому интересно, Малрин на медовом шейкере купил себе топорик, фарфлай, тангусики и две веточки. Вот такой вот закуп имеют данные игроки. Хотелось также отметить, у данного героя он универсального типа. Данный герой очень часто пикается в хай-ммр играх и очень полюбился всеми хардлайнерами. Как играть над данным героем в новом патче, я вам расскажу по игре ДМ на Брюмастере в сложной линии. В сложной линии он будет стоять вместе с Рубиком. Рубик имеет 400 ранг, сам же ДМ 28. И стоять он будет скорее всего против Луны, который имеет 124 ранг и Варлока 53 ранга. Вот такой закуп имеет Луна и вот такой закуп имеет Варлок. В принципе, Брюмастер на этой линии эти герои не сделают ничего. У него будет просто невероятный фарм. И на этом все, потому что герой имеет невероятно много хп, невероятно много брони и также хорошая регенерация здоровья. Первым итемом он ставит себе в тэш это Брейсер, что также увеличивает его здоровье и регенерацию здоровья. Закачал он себе Клэп, хочет добивать рейнджа этим Клэпом скорее всего. Очень хороший ласхит имеет, убил 6 крипов из двух пачек, что есть просто невероятным. Особенно на Хардлайне, особенно на Брюмастере. Хорошая тычка у данного героя. Также сразу же закачивается Творец и Спелл. Это Боец Шторма, который дает плюс 15 к уклонениям и плюс 5 к скорости передвижениям. Очень хороший Спелл для того, чтобы стоять линию, потому что ты просто невъязим на ней становишься. У тебя просто миссы по тебе заходят и убить данного героя становится куда сложнее. И вообще что-либо с ним сделать куда сложнее. Отходит Рубик. Брюмастер себя чувствует просто превосходно на данной линии. Сразу ставится урна. Играет он не на себя, а на команду сразу видно. Можно было сразу куда-нибудь медас бы тыкнуть, но нет. Урна, урна, урна. Отводится пачка. Тем самым все крипы стакаются. Пытаются застакать под тир-1 своим тавером. Чтобы линия чуть-чуть сместилась. Пытался добить Брюмастер. Не особо у него это получилось, крипа. Уходит обратно на линию. Хочет добить рейнджа. Получится, добивает. Отлично сыграно. Сейчас появляется Лотус. Нужно забирать Лотус на Рубике. Мне кажется, поэтому туда сместился. Закачка 1-1-1. Скорее всего, максится будет пиво. Чтобы хоть как-нибудь агрессировать, замедлять. Соби-маска появляется. Чтобы регенерировалась мана. И ты можешь закидывать пламя хоть каким-то образом. Делается Ферст Блад. Снизу на Миньоре. Покуда линия особо не двигается. Никто никого не бьет, не агрессирует, не нападает. Пытался Варлок как-то отвести. Но не получилось. Это у него накидывается первый спелл. Неприятно, неприятно. Но ничего не поделаешь. Регенерация и ХП решает тут все. Заводит он полностью пачку. И добивает ее. Линия одинаковая, равномерная. Чтобы мастер, что луна хорошо стоят. Ой-ой-ой, не добил я рейнджа. Но ничего страшного в этом нет. Отводит все-таки пачку. Главное рейнджай добивать. Это самое главное, что необходимо делать на линии. Так, нужно как-нибудь отпулить свою пачку. Да, этим занимается Брюмастер. Отлично он это делает. Нужно Савуха добывать. Савуха он добивает. И уходят дальше. Урна есть на четвертой минуте. Скоро тапочки есть. С тапочкой можно уже и поагрессировать. На какого-нибудь героя выйти. Здесь загульная луна. Отличный болт. И его пошло. Нападение. Но нет. Варлок юзает хилку. Луна просто-напросто отходит под тавр. И уже под тавр лезть на четвертой минуте как-то не особо и хочется. У луны невероятно просто. Много, кстати, на этой линии. Я думал, будет хуже. А она, блин, блин, прям очень хорошо эту линию стоит. Максимально все вывезла. Вот такие итемы она имеет. Вот закачка ее. ПТ-шка есть. Очень хорошо пока. Очень хорошо. Хочется себе купить стики. И также... Ой-ой-ой, как же сильно пробиваю Брюмастера. Несколько тычек по нему. Но это как больно чувствуется. Несется тапок. Ну, регенерация бешеная. У него буквально ничего нету. Но регенерация хапа регенерирует очень мощно. Универсальный герой. На шестой минуте будет лотус. Можно его подождать и заюзать. Забирается себе лотус. Отлично. Чуть что, можно восстановить здоровье. Есть тапочек. И дальше линия стоит на месте. Ничего особо не происходит. Можно подускорить игру немножко. Ставится Весл, я как вижу. Играет дальше на команду. Здесь Луна. Здесь же в соло 1 на 1. Как же мало урона Луне он дает. Вы только на это посмотрите. Мне кажется, Луна даже может и оттырить этого панду. Ничего он ей не сделает. Хотя есть стики, есть лотус. Он в принципе должен выживать. Но здесь же варлок загуливает отлично. Телеканес идет. От Рубика. И болтом нужно добивать. Отличный килл в исполнении Рубика с ником. Ха-ха-ха-ха-ха. И вразмен 1 в 1, кстати. Умирает дерево снизу. И отдает килл на Бестмастеру. Седьмая минута. Включены Творцы. И мы видим, что вся вражеская команда занимает почти лидирующие места. Ну и здесь же сразу же выделяются два игрока. Это Тимаки Бемастер. Очень хорошо себя чувствует Луна. И Бестмастер. Пушится линия. Есть 6 лейл. Есть ЛПшка. Можно засейвить бот каким-то образом. Хочет... Да, он хочет дефать. Он убегает. Дэм, видимо, будет нападение на Бестмастер. Нажимает ультимейт Бестмастера. Жжи Минер. Нужно нажимать ультимейт. На Бемастере нажимается ультимейт. И все нападение идет на Минера. И Минер полностью впитал весь урон. Нужно как-нибудь, может быть, через панду захватить этого Бестмастера. Но нет. Он убегает. И... И, видимо, размен идет в Тавр. И на этом все. Но герои в Тавр это отлично. Они открыли полностью лес. Но также в топе умирает Луна. Отличный выход был сделан от Разора. Отличная игра. Забирается в Арт себе лично. У него почти есть уже Весл. Дальше пушится Топ Тавр. Здесь же 4 героя. Можно поднадавить на 9-й минуте. Забрать Тавр. Здесь же Варлок. Нападение на Варлока. Отличное пиво. Отличные спруты. Нужен Телеканес от Варлока. От... Нет, даже Телеканес не нужен будет. Хватает просто болта. И на этом все. Весл появляется у Панды. Летит к нему Весл уже. Здесь же Минер кем-то чудом оказывается. Непонятно, что он здесь делает. Пытался как-нибудь забрать. Не получается даже рыкнуть. И Минер скорее всего просто-напросто фидит. И умирает. И очередной килл в копилку команды Рэдди. У ДМа все хорошо. Ставится Мидас. Играет дальше на свой фарм. Забирается Тир-1 в топе. И на этом, видимо, будет все. Никто дефать его не собирается. Да, особо, мне кажется, и некому. Уже половина Мидаса есть. Весл появляется. И можно нападать. Выйти под на кого-нибудь. Есть ультимейт. Нажимается Смог. Скорее всего будет Дашу. Смог за Юзом. Выходит на Мид. Здесь же Розор 1. Нажимается ультимейт в Розор. Очень много урона впитывает Розор. И скорее всего это будет смерть. Нужно выходить. Нажимается пиво на Бестмастера. Отличная фиссура от Шейкера. И перекрывает он дальнейший вход. Ничего ты дальше не сделаешь. Никаким уже образом. Здесь же 4 героя. Как-то все разбегаются. Можно подловить Миньора. Отличная реализация пива. Здесь же Клэп. Нужно нажимать ультимейт. Нажимать ультимейт. Отличный камень. Нужно добивать данного героя. Умирает Миньор. За ним ждет Бестмастер. И Бестмастер скорее всего так же отправляется в таверну. Ничего нельзя сделать. Отличная реализация. Это просто ультимейт от ДМа. Немножко загуляли вражеские герои здесь. Зря оставались. Нужно было просто убегать. Отдавать линию. И идти дальше. Глубже фармить. 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 С Виженом, с птичками и со всем. Слишком они поверили в свои силы. Непонятно вообще и зачем. Так, здесь же Шекер. Здесь же Луна. Нужно немножко аккуратнее. У Панды нет ультимейта. Видим, что Шекер отходит немножко. Луна загуливает. Можно немножко подловить. Каким-то образом. Отличное пиво. Нажимается Весл. Замедляется. Отличные спруты. Здесь же уже Рубики. Сразу же нажимается ультимейт. От дерева и луна. Умирать, не нажав ни одной кнопочки. Также сразу же идет нападение на Бюстмастера. Здесь же Минер. Отличный Клэп от Бюстмастера. И, видимо, также будет умирать и Минеры. В размен 2 в 0. Отличный выход от команды Радиант. Уже почти есть Мидасик. Что просто очень хорошо. В соло хочет Антимаг убить Варлока. Варлок не жалеет ультимейта. Нажимает ультимейт. И ему никак не помогает это. И Антимаг, скорее всего, зафармит все сразу. Непонятно, чем занимается Дэмон. Хочет уйти то в бот, то в топ. Чуть-чуть не хватает ему. Дамидаса. Хотят выйти во вражескую Ройку. Может быть, найдут кого-нибудь. Да, находят Бюстмастера. Но пиво промахивается. И никак не подзацепить этого данного героя. Но здесь же Шекер. Отличный Хаслэм от Шекера. И минус 2 героя. От Мелорина. Просто отличная игра. Добрается Баунти. И нужно убегать на Бюстмастере. Но есть ультимейт. Если что, можно как-нибудь подубежать. Здесь же Варлок. Сразу ждет нападение. Здесь же Шекер. Как же много урона он делает. Вы только на это посмотрите. Нужно ультимейт. Ультимейт нажимается и убегается на пандочке. Мигает, что здесь вижн. Здесь, скорее всего, стоит какой-то вижн. Потому что слишком много агрессии. Есть Мидас. Мидас есть. Можно ставить Радианс. Это самый лучший итем. Который можно купить на этого пандарьера. Потому что собираются... Все игроки собирают только эти итемы. Я был Раф. Радианс собирается. 14 минута. 7 тысячных ворсов данная панда имеет. Игра идет своим чередом. Дэм рассказывает, что там, скорее всего, стоит вард. Что нужно играть как-то побезопаснее. Но сам играет очень агрессивно. Видит только одного героя. Это Минера и Шейкера в топе. И также одного Варлока. Непонятно, где находится Бисмастер. И непонятно, где находится Луна. Варлочек. Рост распушивает Бот Тавр. Не боится вообще ничего. Пропадает Шейкер. Нужно как-то побезопаснее себя вести. Видим, что Луна идет в топ. Здесь же Шейкер. Здесь же есть дерево уже. Он показывает, что здесь есть Луна. Есть вард. Нужно играть аккуратнее. Тут же Шейкер. Нажимается ультимейт. Ультимейт по Брюмастеру. Нет никакого ультимейта у него. Никак он не убежит. Шейкер не жалеет ультимейта. И просто убивает его тотемом. И это очередной килл в копилку Мэлорина. Играет 5 на 0 уже эту игру. Солит он буквально. 700 золота заработал за данного игрока. По 1000. По 1000 экспу заработали. Есть Мидасик. Атимак тем самым временем пока фармит. Хотя дефа Тир 2 Тавр. Здесь же есть Варлок. Нужно куда-нибудь нажать Мидасик. Скорее всего нужно нажимать в Тележку. Да, это самый лучший выбор, куда можно реализовать данный артефакт. Есть еще золото, но это мало. Не хватало бы уже Родиантика. Забирается Мид Тавр. Забирает его Мэлорин. Очень много золота он имеет на данного персонажа. Даже антимак оторвался от него не особо таки много. И здесь же дерево. И дерево умирает просто от двух тотемов от Мэлорина. Как же он солит данную игру. Очень агрессивно Панда отпушивает линию. Не боится он совсем никого. Здесь же фиссура есть. Здесь же есть ультимейт и все. Совсем, совсем не боится ничего. Видит шейкеры. Нажимается фиссура. Нападение идет от Миньора. Очень много минок. Очень сильно хотят забрать этот Тавр. Здесь же дерево. Здесь же Разор уже претопешивается. Четыре в четыре они пока здесь стоят. Антимак пока фармит топ. И Тавр пока остается стоять. Лидинг Армор действует. Нажимается смок от команды Дайр. Нет ультимейтов у данных героев. Но скорее всего просто заберут они Тавр. И ничего с этим нельзя не поделать. Забирается Тавр. И также умирает Антимак. Просто неожиданно и резко. Отличная реализация смока была сделана от команды Дайр. Мэйлорин в своем репутуаре просто. 7 на 0 играет. ДМчик пока играет. 3 на 1. Но тоже в принципе пока неплохо. Улья шейкер загуливает. Дежир Азор просто в соло уничтожает этого шейкера. Который ничего не может сделать. И это килл. И также еще один варлок. Варлока убивает за собой. Ой-ой-ой какая досадная ошибка была сделана на шейкере и на варлоке. Они дабл килл отдали данному герою. И данный герой просто вырывается вперед. Отлично сделано было. Но тут же неожиданно был забран Рошан. И забирает его Луна Аегис. С Бримастером. Это было супер неожиданно. Супер быстро. Пытаются подловить эту Луну. РТП шиваются все вниз. Видят что Луна находится снизу. Выдвигается Розуар первым. Пытаются найти эту Луну. Четыре героя находятся в смоке. Антимаг тем самым временем фармит пока. Не находит никого. И пока просто разбегаются по карте. Здесь же очередной замес. Выход был в Розор и Розор просто умирает. Необходимо просто тупо бежать. Был выход отличный на Розор от команды Дайер. Здесь же шейкер нажимает ультимейт сразу же в эту панду. И здесь же не хватит скорее всего никакого урона. Столько станов было заюзано на Бримастера. И не помогло буквально ничего. Он просто умирает. Отличный выход был от шейкера. Скорее всего будет пушиться еще один тир 2. Очень много имеет команды Дайер. 18 секунд до панды. Нужно как-то дефать. Нужно как-то выжидать время. Луна выходит. Нажимает Мом. Здесь же шейкер. Обрывается на Рубика. Рубик сразу же байбекать. Он его убивает. И Розор-Розор выходит. Отличный ультимейт от антимага по четверым героям. Сразу же умирает Миньор. Здесь же панда. Ох, он нажимает ультимейт. Нажимает... Нажимает весел по луне. И луна просто не отхиливается. Также умирает. Здесь же шейкер летает. Где-то также не наносит никакого урона. И шейкер умирает. И за ним же умирает луна. И это тим вайб от команды Дайер. Отличная просто была реализация байбека. Шейкер был вне позиции. Хоть он и сделал первый килл. Но Рубик просто байбекнулся. И вытянул на себя героя. Который уже не в позиции. И вернуться назад он не сможет. Никак. Вот такой вот у нас замес произошел. Уже эту игру вернуть в обратное русло будет очень сложно. Закинули. Закинули очень сильно. Итоги боя я немножко не пропустил. Четыре золота они забрали. И почти семь тысяч экспей они заработали с данного файта. Что тоже есть невероятно круто и много. Очень сильно фанда хочет себе дофармить радианс. Сейчас нажмет медасик и будет радианс. Радианс есть. Ставится муншард. Точнее ставится огонимшард. Укрой муншард. Заговариваюсь я уже немножко. Хотят забрать терзателя. 14 левел имеет фанда. Кому же достанется огонимшард. Огонимшард забирает дм. Очень хороший огонимшард. Увеличивает длительность этой способности. И позволяет прервать ее в любое время. Просто очень классно. Следующая кераса ставится. Отпушивается мид на дм. На 15 левеле берется левый талант. Нужно как-то стоять немножко попассивнее. Потому что ни одного героя не видно на карте. Нужно играть чуть-чуть аккуратнее. Выдвигается панда вперед. Забирает он вражеский лес. И плавно вся команда играет в топе. Но антимаг немножко стоит широко. Ему нужно стянуться чуть вглубь. И быть за командой. Чтобы на него не вышли. Какой-нибудь шейкер. Какой-нибудь бестмастером. И просто не уничтожил его. Игра пока более-менее пассивная. Все герои фармят. Ждут ошибки соперников. Не происходит на карте пока ничего. Здесь же может быть какой-нибудь загульный варлок. Да, он здесь и остается. Поаккуратнее будет, дружочек. Поаккуратнее. Но здесь же разор. Разор не жалеет ультимейта. И просто изничтожает этого варлока. И варлок нажимает ультимейт. Не жажды вообще не жалея его. Один в ноль. Минус пятерка. И минус также голя. Пушивается мид. Можно подзабрать мид. Здесь же дерево находит бестмастера. Отличный ультимейт по бестмастеру. Пытается хоть как-нибудь спасти себя бестмастера. Но ничего он уже не делает. Нужно нажимать ультимейт. Здесь же шейкер. Отличный врыв по четверым героям. Но все равно урона не хватает. И шейкер умирает. Нужно ведь еще одного героя. Есть какие-нибудь пандочки. Пандочек больше никаких нет. Вы только посмотрите как же мало пандочек. И здесь же варлок. И буквально ничего ты уже не сделаешь. Это вразмен 4 в 0. От команды ДАР. Можно сказать тим вайп почти только что был. Пушится топ. Спушивается мид. Но луна пока не дает закончить эту игру. Она отзонивает соперников. И убивает всех крипочков на линии. Ну команда Радиент. Они просто забирают всех крипов. Они фармят лес. С каждой минуты они становятся все сильнее и сильнее. И уже остановить их будет куда сложнее. У панды почти кираса. Убить эту панду просто уже будет невероятно. Дэм негодуйте. Поставьте мне фарм. Мне нужна кираса. Хватит этим заниматься ребята. Дайте мне хоть что-нибудь. У меня почти кираса. Мы зайдем и выиграем. Остановите. Бегает он с героями вражескими. РТПшивается на бот. Мне кажется он хочет его отпушить просто-напросто. И уйти дальше к своей команде. Там очередной замес. Выход идет на Разора. У Разора очень мало хп. Но нет ультимейта на шейкере. Нет ультимейта ни у кого. Кроме как у бейсмастера. Есть ультимейт у бейсмастера. Отличный вырыв идет по шейкеру. Отличный ультимейт от антимага по двум героям. Нажимает ультимейт. Выход идет на Луну. Луну сразу же поднимают векра. Отличный ультимейт по Варлоку. От Варлока на всем героям. Но тут же уже минус 4 героя почти команды Дарь. И Луна, и Варлок ничего уже не смогут сделать. И остается одна Луна. Никуда ты уже. Ничего ты. Соло не сделаешь. И очередной тимбайп от команды Дайер. Такая вот игра у нас. Нужно идти заканчивать. Эти макс иллюзиями просто бьет ТВРа. Заходится на ХГ. Ломается топ. Хотят забрать еще одну линию на Верочку. Нажимается глиф. Забирают мид. Никто дефать даже и не собирается. Здесь же шейкер. Может быть какой-нибудь замесик будет на последок 5 на 5. Нет. Замеса никакого не будет. Ничего не будет. Игра просто заканчивается. На такой вот ноте. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok